Всем привет, ребят! С вами Юмилия, и перед началом просмотра нового ролика Брайана Мапса, я хочу сказать вам, что спонсором данного ролика является мой второй канал. Мой второй канал, там только качественный контент, наверное, там нет реакций, и вы можете узнать именно там меня с другой стороны. Ссылка будет в описании, там есть челленджи, скетчи и много других роликов, поэтому, думаю, какой-нибудь один, хотя бы из этих роликов, вам да понравится. Поэтому, когда я вам это сказала, теперь мы можем приступить к просмотру, и надеюсь, что вы подпишетесь все-таки на второй канал. Погнали! Какой-то серьезный Брайан. Я очень уважаю то, что ты делаешь для блогеров. Ты помог очень многим людям раскрыться, заявить о себе, завоевать аудиторию. А эти кнопки, эти чудесные награды, которые вы придумали для поздравления блогеров, набравших круглую дату на канале, Они... Они просто прекрасны. Но кнопки реально крутые. Брайан уже давно, кстати, про эту ситуацию рассказывал, и я не понимаю, как Ютуб не может помочь такому блогеру, как Брайан Мапсу, у которого столько подписчиков. Они бы давно уже, думаю, спохватились бы по-нормальному и поменяли бы кнопки ему и вот этому вот челику. Среди этого всего мне интересно только одно. Когда вы откроете грёбаные комментарии, мы грёбаним видео. Три месяца, три месяца я прохожу на свой канал в надежде почитать комментарии и вижу это. Ютуб, взаимодействие с аудиторией. После того, как вы загрузите видео, постарайтесь отвечать на комментарии зрителей хотя бы пару часов. Он так это читает еще. Да, я там оставляла комментарии специально для Брайана. Поздравила с тем, что ему открыли комментарии, и произошло вот это вот. Где логика вообще, я не понимаю? Ладно, я постараюсь держать тебя в руках и просто напишу в поддержку. Мне наверняка быстро ответят, признают свою ошибку и разблокируют комментарии. Дорогой Ютуб, разблокируй поменду. Блин, меня так музыка эта на заднем фоне просто поражает. Она прям в тему стоит. Ответ уже поступил, ребята. Добрый день, Макси. Спасибо, что написали нам. Так это читай. Что? Несовершеннолетних? Я что, по-вашему, выгляжу как ребенок? Я знаю выход из этой ситуации. Просто, Брайан, идешь, делаешь скан своего паспорта и скидываешь Ютубу. Если они тебе не верят на слово, то просто берешь и предоставляешь им доказательства. Потому что это ненормально. Я не ребенок больше. Вот, Ютуб, смотри, 1999 год рождения. Я не мистер Макс, чтобы закрывать мне гребаные комментарии. Кстати, насколько я знаю, даже у мистера Макса комментарии под роликами открыты. Может быть, сейчас их закрыли, но раньше они были открыты. Брайан, держись. Слушай, после загрузки видео я радостно сидел и читал комментарии, наслаждался моментом. А что теперь? Теперь у меня не комментарии. Что мне теперь по-вашему читать? Блин, как у него просто горит попа. Старый комментарий на принтере! Ладно, ничего. Я просто спокойно напишу в поддержку еще раз и объясню ситуацию, что мне есть 18 и что тут произошла какая-то ошибка. Дорогой Ютуб, обращаю вашему вниманию, что я являюсь совершеннолетним и полностью дееспособным автором. На моем канале ведется строгая модерация комментариев. И что же я получаю в ответ? Как модерировать комментарии? Вы можете удалить комментарии, пожаловать на него или заблокировать пользователя. Что? Что? Что это за херня? Это что, стандартное письмо о том, как модерировать комментарии? Брайан, пожалуйста, не сломай ноутбук, мне его жалко. Это все, что вы можете мне предъявить? Я не какой-нибудь чайник, который только что зашел на YouTube. Ну все! О-о-о-о-о-о-о! Брайан, спокойнее, мне страшно! Мне серьезно страшно, что он сейчас будет делать? Или вы открываете комментарии, или вот что я с вами сделаю. Просто жесть! Коробки от посылок подписчиков. О-о-о-о-о-о! Или вы открываете комментарии, или тигра пострадает. Тигра! У меня такой же кит есть, но похожий, из читай города. Я видела там и такого, но решила взять того, который есть у меня. Думаю, вы его видели. В жопу тигру! Я возьму ребенка, но я его забрали, поэтому вы не сможете закрыть мне комментарии. Но комментарии закрыты. Клэр! О-о-о! Бедный Брайан. Ребята, кажется, это конец. Это далеко не конец. Что-то немного лагает, да? Какой? Вы должны сделать лишь одно. Подписаться на мой инстаграм и комментировать там! Ведь должен ли я получить какую-нибудь выгоду с этой ситуацией? Ну, верно. Конечно, комментарии в инстаграме, это совсем другое. Люди смотрят видео и прямо под ним оставляют свое мнение о нем. В инстаграм заходят не все. Это я знаю по себе. У меня такая большая аудитория, а подписчиков в моем инстаграме как раз-то меньше. Именно поэтому Брайан теряет огромную часть отзывов своей аудитории, своих подписчиков. И мне его безумно жалко. При том, что тебе есть 18, тебя вот таким вот образом ограничивают. И еще ответить не могут. Но думаю, что после этого ролика что-то же должно все-таки поменяться. Может, Брайану открыли комментарии под этим видео? Нет, их не открыли. Я просто посмотрела и... Ах, фигела! По-другому я, честно сказать, не могу. Потому что ситуация очень стрёмная. У Брайана 10 миллионов 569 тысяч подписчиков. Вроде только недавно набрал 10 лямов. Уже и 500 тысяч как-то набрать смог. Ютуб должен что-то с этим сделать. Потому что скоро, я думаю, что очень скоро, Брайан станет топ-1 блогером в СНГ. И если они будут обращаться со своим топом-1 именно таким образом, то что будет происходить с другими ребятами, у которых гораздо меньше подписчиков? Про себя хочу сказать, что Ютуб всегда мне помогал, когда я к нему обращалась. И именно поэтому я удивлена, почему Брайану не могут они помочь. Я писала в техподдержку, и не один раз именно в техподдержку Ютуба. И там ко мне прислушивались, и мои проблемы решали. Один раз проблему решали около недели, но всё же её решили, и я была безумно этому рада. Честно, не знаю, что там будет дальше у Брайана, но буду надеяться, что всё у него будет хорошо. И совсем скоро мы с вами сможем оставлять ему комментарии под его видосиками. С вами, как всегда, была Юмилия. Вроде бы такая грустная ситуация, но я ещё умудрялась хохотать в этом ролике, в реакции на этот ролик, потому что Брайан такое вытворял, просто насколько у него бомбануло. Мне так его жалко, хочется вот подойти и обнять его, хоть так вот. Ну потому что, ну это серьёзно, это очень жёстко, и я себя представляю на его месте. Ладно, всё, давайте заканчивать ролик, а то я очень долго тяну. Всех целую, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok